Аминь, спасибо огромное. Хотели начать, у нас тоже три вопроса. В первую очередь хотели спросить вас про встречу, которая в Брюсселе состоялась 5 апреля в формате Армения ЕС США. И вот в ряде СМИ стали появляться сообщения о том, что там были достигнуты некие договоренности в военно-политической сфере. Что мы об этом знаем и как бы вы могли это прокомментировать? Спасибо. Вы знаете, ну некие, как вы сказали, материалы или сведения, проще говоря, называются утечками. А ранее в Ереване публично заверяли, что развитие сотрудничества со странами Запада не направлено против третьих стран. Мы, вот учитывая совокупность этих факторов, ожидаем от армянских властей четкой реакции на появившиеся, как вы сказали, сведения, а в идеале их дозавуирование. Но, в любом случае, слово за официальным Ереваном. В то же время мы не будем удивлены, если окажется, что обозначенные в документе под названием Building Armenia's Defense and Security Resilience планы, предполагающие замену российской военной базы и российских пограничников американо-ЕСовско-натовскими специалистами, расширение американцами и ЕСовцами подрывной работы на границе Армении против Азербайджана и Ирана, а также переориентацию критически важной инфраструктуры и энергосистемы Армении с демонтажом заморской АЭС, действительно навязывались Еревану представителями США и Евросоюза в ходе встречи высокого уровня в Брюсселе, состоявшейся 5 апреля. Очевидно, что и в Вашингтоне, и в Брюсселе поставили целью слом всего массива связей между Арменией и Россией, как в сфере безопасности, так и экономики, расширение механизмов региональной безопасности и экономического партнерства с опорой на ОДКБ и ЕС. Западники, как мы понимаем, также стремятся рассорить ближайших соседей в лице Азербайджана, Армении, Грузии, Ирана, России, Турции. Какие бы красивые слова про заботу о мире на Южном Кавказе они не говорили, Армении отводится лишь роль инструмента, с помощью которого США и ЕС хотят разжечь новый большой пожар. Вот это Соединенные Штаты Америки и коллективный Запад делать научились. Мирить не умеют, урегулировать не умеют, останавливать кровопролитие не умеют, умеют только разжигать, стравливать и подрывать. Но именно полагать, что обозначенные высшие мероприятия Запада хоть как-то усилят обороноспособность Армении, повысит ее погранбезопасность, обеспечивает ее экономическое процветание. Наоборот, Армению хотят лишить всего национального, национальной обороны, национальной экономики, национальной энергетики, дать взамен заведомо невыполнимые дорожные карты, бумажные планы и прочую бесконечную демагогию, а потом, наигравшись в это во все и решив свои конъюнктурные задачи, западники, как они это делали много раз с другими странами в разных уголках мира, и все все это уже давным-давно знают, и кто-то, к сожалению, проходил на собственной истории, в том числе на постсоветском пространстве. Западники потом, наигравшись во все это, Армению бросят. Кстати, если говорить об энергетике, то в той же Восточной Европе, включая Литву, западники также настаивали на отказе от российского мирного атома, они тогда использовали лозунги «борьбы за экологию», тиражировали истории в духе запугивания ядерной катастрофы и так далее. И многие, кстати говоря, тогда на все это купились. Кто-то страдал за будущее экологии, кого-то пугали возможные издержки, кто-то просто верил американцам. А вот сейчас, например, литовцы втридорога закупают электроэнергию. Время же доказало, что российские технологии мирного атома самые передовые, самые надежные в мире. И мы готовы и далее их предоставлять Армении, где 30% генерирующих мощностей приходится на Медзаморскую станцию. Если у вас еще вопросы...